Здесь говорят о бизнесе и инвестициях на самых разных языках. Выставочный центр Шумкента на несколько часов превратился в диалоговую площадку для иностранных, южноказахстанских предпринимателей, представителей государственных органов и дипломатических миссий. Всех интересует взаимовыгодное сотрудничество и укрепление деловых связей. Об этом говорят иностранные гости. Южноказахстанская область является важным торговым центром с 11 промышленными зонами. Развивающаяся сфера туризма и агропромышленного комплекса вызывает интерес инвесторов. Мы считаем, что количество иностранных гостей на мероприятии на форуме говорит о значимости региона и его инвестклимате. Инвестклимат региона давно считается одним из самых благоприятных в стране. Местным товаропроизводителям есть, что предложить. Это продукты питания, стройматериалы, оборудование, одежда, фармпродукция и сельхозтовары. Всего более 60 предприятий привезли свои товары на масштабную выставку. Среди них и представители фермы по производству молочной продукции. Предприятие выпускает различные сорта сыра с 2003 года. У нас качество и цены соответствуют. У нас с чистого молока мы делаем цельное молоко. Возможность завода перерабатывать 15 тонн молока в сутки. Планируем выпускать гауду, брынзу, сулугуню. Наибольший интерес инвесторов вызвали пищевая промышленность, машиностроение, нефтепереработка и фармацевтика. По словам чиновников, уже завтра планируется подписание более 40 меморандумов общей стоимостью более 2 миллиардов долларов. Крупные суммы готовы вложить английские бизнесмены. Я уже второй раз приезжаю в Казахстан. Хочу поддержать финансами государственные школы и колледжи. Сейчас мы пока определяемся с направлением. Но могу сказать, что планируем вложить до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, китайские инвесторы планируют запустить производство по выпуску энергосберегающих ламп для уличного освещения. В данный момент ведутся переговоры с руководством города и области. Хотим вложиться в строительство завода по производству ламп для освещения улиц и зданий. Продукция будет энергосберегающей. На сегодняшний день зарегистрировано более 700 участников. Из них более 250 – иностранные. В Шымкент съехались делегаты из 24 стран мира. Напомним, сам форум состоится 29 апреля. На диалоговой площадке будут и пленарные заседания, и панельные, и круглые столы, и даже инфотуры по действующим предприятиям. Шаат Ухтарбайт, Алкат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.